Глава счетной палаты Кудрин придрек России инфляцию в 20% по текущему году. Ух ты! А нам все время про какое-то укрепление рубля лопочут. Больше месяца уже из каждого утюга национальная валюта набирает ее веси. Нифига себе набирает веси. Минус 20%? Это официальный прогноз от главного аудитора страны. Хотя прогнозы дело очень условное. Может будет и 30%. А может и 40% инфляция составит, как поведет себя рынок через месяц-два-три мы не знаем. Особенно по отношению к России. Особенно в условиях экономической войнушки со всем миром возникает вполне резонный вопрос. А за счет чего тогда укрепляется наш рубль? Ну мы же видим курсы, которые дает ЦБ каждый день. Доллар понешевел на 2 рубля. На следующий день еще на полтора американец рухнул. Как? Почему такое происходит? Сейчас остановимся на он нам подробнее. Тем более, что давно хотел затронуть эту тему. Начинаем! Ну и чтобы не тянуть кота за хвост, зайдем с козырей, с понятного примера. Вот все вы ходите в магазины и наверняка очень не любите покупать продукты глубокой заморозки. Ну там, замороженную рыбу, замороженное мясо, замороженную птицу, замороженные овощи и так далее. Почему? Да потому что в момент покупки той рыбы в упаковке 2 килограмма и вы платите на кассе за 2 килограмма. А когда приходите домой и данный продукт размораживаете, выясняется, что самого продукта там чуть ли не вдвое меньше. После жарки его вообще вот столько осталось. То есть, ты за лед заплатил, за замороженную воду, вот и весь фокус-покус. С курсом рубля сегодня происходит почти такая же история. Я оцениваю, что на сегодняшний день реальный обмен курсом рубля на доллар, он где-то в районе 105-107 рублей за доллар. Извините за большое количество тавтологий. Потому что ниже пока невозможно. При этом самое любопытное, что в этом году, исходя вот из этой математики, российский бюджет получит большой профицит. Да-да, вы будете смеяться, у нас будет огромное количество, как бы это сказать, типа долларов. Да-да, именно вот типа доллар я предлагаю оставить в виде такой валютной единицы. Конечно, кто-то может сейчас сказать, что за бред. Занижать курс только для того, чтобы ура, патриоты порадовались и в очередной раз поулюлюкали. Как и мы дядюшку Сэма опять уработали? Нет, конечно. Там есть вполне себе понятные экономические интересы. Давайте на них глянем. Но тот же Кудрин неоднократно говорил, на банковских вкладах у населения, у всех вместе взятых россиян, лежит сумма в полтора раза превышающая годовой бюджет страны, порядка 30-40 триллионов. А сколько еще у народа припрятано под подушкой? И все эти деньги, между прочим, люди хранят не в деревянных, а в долларах и в евро. Вот сейчас мы подошли к главному. Да, я вас слушаю. Все очень просто. Государству в данной ситуации очень нужна валюта. То, что там чешут по ящику, мол, будем торговать со всем миром только за рубли, чушь собачья. Вот это как раз сказка для шариковых. Нужна валюта, повторюсь. А где ее проще всего взять? Сейчас правильно. У населения из наших кубышек. Но хочется-то еще ведь и с максимальной выгодой для себя, ну, для некоторых. Потому ребятишки и замутили весь этот спектакль под названием «Рубель укрепляется». Что происходит на самом деле? На самом деле ни доллары, ни евро, имеется в виду живые доллары или евро, в России сегодня купить невозможно. То есть нельзя прийти в обменник и сказать, хочу приобрести там 100 баксов. Вам ответят, извините, такие операции мы не осуществляем. Валюту можно только продать или поменять на наши фантики, но и это еще не все. Поменять можно по той цене, которую там нарисовали. В данный момент за доллар дают что-то около 70. Через неделю, может быть, вообще 50 предложат, конечно. Конечно, перепуганные люди, да наученные горьким опытом, побегут при таком раскладе от иностранных денежных знаков избавляться вне зависимости от невыгодности курса. На то и расчет. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились. Проблема заключается в том, что наше население экономически неграмотно. Оно не понимает, как все это работает, и учиться мы не хотим. Нам же проще котиков на ютубе смотреть или какую-нибудь пошлятину от Камеди Клапну. И второй момент. А еще людей ставят в безвыходное положение, вынуждая играть по жульническим правилам. Примерно, пожалуйста. Вот лежит у меня сейчас в банке на счету 1000. В американской валюте вот только рассчитаться этими долларами в магазине я не смогу. Чтобы что-то купить, мне придется их обменять нарезанную бумагу. Именно придется. Я понимаю, что я потеряю от такой транзакции. Я это осознаю, но мне деваться некуда. Ведь условно я уже на кассе стою. А по сути меня просто ограбили, и никто за это не понесет никакой ответственности. Как-то так. Реальная журналистика о прекрасном сегодня. Как обычно, поехали. Ну и раз обещала прекрасно, снова наш любимый ФЦОН добрым словом предлагаю упомянуть, который разродился очередным опросом. 92% россиян считают себя патриотами. Из них половина уверены, что быть патриотом – это любить свою страну и работать во благородины. 44% считают, что патриотизм – это готовность защитить государство от нападок и обвинений. Ну, видимо, в свете последних событий важно. 34% опрошенных заявляют, что патриот должен стремиться к изменению положения дел в своей стране, дабы обеспечить ее достойное будущее, и почти треть респондентов придерживаются мнения, что настоящий патриот должен говорить о своей стране правду, какой бы горькой она ни была. Хотите честно, меня впервые результаты радуют, особенно последние два пункта, о том, что почти 30% россиян готовы говорить правду о проблемах своей страны, а 34% готовы стремиться еще и что-то сделать ради изменений и достойного будущего – это большое количество людей, и главное, что мысли у этих людей очень правильные. Острая тема и на… Хотя чего я удивляюсь, я ведь сам много раз говорил, затихарить проблему, промолчать о ней не равно ее решить. Рано или поздно оно аукнется. Вот мы молчали 20 лет, что у нас там что-то разваливается, что сям что-то уничтожается, что свое производить перестали, превратившись, по сути, в потребителей. Ну, как-то не хотелось нагнетать. Как-то опасливо было об этом говорить. А сейчас, оказавшись наедине с самими собой, чешем репу. Для меня, например, было неким открытием, я сейчас стараюсь там доходить до всяких мелочей. У нас гвозди импортные, не буду называть страну, догадайтесь трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла. Или вот этот вот момент. Самая частая претензия, которую слышу, «Да ты против России прешь!» Почему я против России-то пру? Потому что чиновников критикую, а что я неправильно делаю? Вон, Матвиенко вам только что сказала. Даже Матвиенко призналась, мы профукали все, что было еще недавно. Все те позиции, на которых находились, мы были страной, имевшей в том числе полные производственные циклы. А сейчас гвоздей самостоятельно сделать не можем. Бумагу сами не можем произвести, даже жигули те. Экономическая активность снижается. Особенность текущей ситуации в том, что предложение сжимается сильнее спроса. Именно это создает инфляционное давление в настоящее время. Разрыв технологических, производственных и логистических цепочек, остановка деятельности некоторых иностранных компаний приводит к уменьшению ассортимента и доступности многих потребительских товаров. И кто же из нас после этого против России пер все это время не ответить? Господа, ура, патриоты! Я, который пытался до людей достучаться, объясняя, мол, ребята, добром это не закончится. Или Шариковы, которые, конечно же, были в курсе проблем, но предпочитали отмалчиваться и подхрюкивать вышестоящим боссам. В конце концов, даже тем, кто все еще продолжает лопотать, мол, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, мне тоже есть чем ответить. Вообще-то России уже более тысячи лет. А вот Владимир Владимирович только в 1952 на свет появился. Просветите меня тупого. Как наша страна существовала до этого прекрасного дня? Как там люди вообще жили? Без Путина-то! А ведь жили как-то. И даже неплохо жили одной из величайших империй, были неоднократно. Ответы по этому поводу можете оставлять в комментариях или у нас в телеграм-канале. Ссылку оставлю внизу. Подпишитесь, кстати, кто еще не успел. И да, еще один забавный момент из личного. Вечерами перед сном люблю посмотреть какое-нибудь кино и обратил внимание вот на что. В наших фильмах, когда показывают какого-нибудь чиновника, полиционера, неважно, короче, какого-нибудь госслужащего в кабинете этого госслужащего, обязательно висит портрет вождя. Причем это касается и современных российских фильмов, и советских. Любое же кино иностранного производства аналогичная ситуация, чиновник в кабинете. И у них нет никаких портретов от слова вообще. Я к чему это? Друзья, вот только что да, мы выяснили, 92% патриотов у нас. Ну, если верить в ЦИОМу, а мы что, правда? Свою родину без вождизма представить не можем. Ладно, все переваривайте. Реальная журналистика сегодня вот так. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин